добрейшего времени суток дамы и господа с вами снова анак и данное видео будет посвящено теле листу персонажей и ну силе персонажей в овервочи 2 в первом сезоне во всяком случае в том патче который сейчас активен на лайф версии серваков ну то есть в той игре который мы с вами катаем выиграть 2 прошло уже две недели я сам лично наиграл довольно таки прилично каток у меня уже более 100 игр сыграно на роли dps в частности я катаю основном дпсами вернул себя обратно кран мастер на сомбре если коротко остальными ролями катал поменьше поэтому опыт данного теле листа будет основан основном на вот игре на dd плюс те персонажи на которых я успел поиграть танками плюс саппортами ну тоже там какое-то время накатал было дело составлять данный теле лист решил что мы будем по классам вот я начну по отдельности саппортов на танков дпсов вот так вот и при этом выделять проще всего будет именно фаворитов и аутсайдеров то бишь самых сильных и самых слабых героев каждого класса поэтому будем идти именно в таком порядке близзы также анонсировали что больших изменений они не планируют проводить по балансу в течение сезона будет какой-то патч вроде как что в нем изменят ну наверняка подрежет фаворитов самых явных потому что они есть есть герои которые явно выделяются может быть бафнут кого-то из аутсайдеров да а так близзы сказали что они хотели бы в идеале патчить свою игру раз в сезон то есть грубо говоря они нам героев запатчили мы катаем весь первый сезон там два месяца вот этих вот потом выходит большой патч баланс сильно меняется мне такая концепция кстати нравится в принципе да единственный ну минус в том что все-таки два месяца период довольно приличный тем не менее не худший если каждые два месяца у нас будет метод переворачиваться с ног на голову и разработчики реально будут неплохо балансировать ну так знаете сильно то есть нерфить имбу и бафать аутсайдеров прям хорошенько то игра должна заново оживать и очень неплохо меняться каждые два месяца это в принципе норм ну и давайте начнем на нас класса которого меньше всего который проще всего будет сделать это саппорты начнем с выделения самых сильных саппортов в игре здесь безусловно на самый сильный уровень с это самый сильный да это самый слабый да я конечно же поставлю люська с бабушкой нам да то есть это дуо саппортов она является сейчас самым желанным в катках если играешь в рот люсио безоговорочно занимает супер фаворную позицию в принципе в игре до одной из самых сильных среди саппортов единственный персонаж который ему в мете мешает прям солидно это сомбра да если бы вот сомбру вот выкинуть из меты то люсио был бы фаворит номер один ну прям точно железно герой очень темповый герой очень быстрый герой вносит отличное количество дэмэджа в овервочи 2 при этом имеет незаменимую обилку скорости для всей команды на которая все еще является очень темповый одно из самых темповых в игре и усиливать любого героя своей команде в разы но ровно также еще усиливает и командное взаимодействие все чувства скорость бегут вперед одновременно бьют одну цель достают до любого таргета ни для кого не секрет что овервочи 2 по сравнению с первым овервочем сильно сломан командный строй да и поэтому доставать можно любые единицы противника бэклайн хочешь убить саппорта нажимая скорость со всей командой идти в саппортом спокойно можно обойти оббежать найти какой-то угол взять в овервочи 2 с этим проблем нету не нужно ломать дабл шелду и так далее да бабушка просто стала самым универсальным саппортом и у нее самое сильное утилити среди среди мейн хиллеров да то есть если усек это у нас все-таки лайт хилл да и и хоть большое количество хила в овервочи 2 не прям так уж и нужно да иметь в команде бабку все равно всегда очень комфортно просто вот по опыту игры с точки зрения там танком тдшником имея хорошего хиллера в команде танки становятся сильно-сильно долго живущими даже если он один то есть вот та же заря по данной она может стоять в танковать миллионы дэмэджа делать она вообще не убиваемая просто с ведовыми бабами там и так далее да плюс ко всему огромный жирный плюс анны это по-прежнему банка и слип как бы там разработчики не нерфили не пытались забалансить обилки очень сильные та и вторая и никакой другой саппорт не может похвастаться наличием сразу двух таких обилок да то есть та же мойра тоже батист у них там ну намного меньше утилити кого поставить можно на уровень а кого бы я поставил я бы выделил третьим саппортом это мойра до моря все еще является очень неплохо прям как у с релиза первых бет она себя неплохо проявила много тонких целей и самое важное мойру очень трудно задавить саму еще один ни для кого не секрет что у верующие 2 много дайва много быстрых героев ну вас постоянно влетают убивают контроля трогают пытается убить все это очень неприятно на роли саппорта саппорт это довольно таки сладкие жертвы в текущих реалиях верующие тоже не для кого не секрет да и в чем прикол в чем бонус сильный люська и мойра в том что их трудно убить то есть если вы играете саппорт комп например люсио мойра вы являетесь очень трудными целями для дайва если у вас команде нету при этом еще и медленных дпсов например вы играете тресу и генжи то оппоненту становится тупо не в кого дайвить мойра нажимает shift люсио прыгает на стену генжи шифтуется трейсер сама там во фланге бегает в общем мойра вот и сильно именно этим да ее трудно убить у нее большая выживаемость чем она слабее она нам порядок слабее она тем что утилити все-таки нету да ну то есть если команды будут играть при прочих равных и у вас не будет возможности постоянно убивать вражескую бабушку например да у вас будет какая-то более медленная композиция то она будет с течением времени с помощью своего ульта делать нанаблейды которая очень сильная комбо она будет слипать вашего дпс а у которого не будет на она из-за вас да вы понимаете она будет банка вашего танка может быть где-то подрезать ну то есть вот в этом минус мойра по сравнению с она например но мойра все еще в моем мнении очень сильно следующими саппортами которых можно поставить на уровень середняка что такой середняк? Это персонаж, который ситуативно бывает хорош. Ну, типа, реально ситуативно бывает хорош и очень неплохо, это Мерси с занятой. Если у оппонента вдруг не фуллдайв и нету быстрых мобильных персонажей, которые постоянно забегают и убивают вашего Дзена, Дзен хорош. Ну, типа, Дзен может себя реализовать, если ему позволит это сделать игра. Если у оппонента не, так сказать, вот идеально хороший пик, состоящий из СА тир персонажей. Если у оппонента имеется там какая-то Аша под Мерсиой, например, или там просто какой-то Кэссади бегает, непонятный, невнятный, который там, ну, середнячок ниже среднего сейчас, да, если там оппонента танк небыстрый, там из Королева Джинкера Тауна, то Дзен вполне себе сидит, настреливает, ультимейт все еще очень хорош у Дзенья, торбы все еще эффективны, главное, что персонаж сам жил, и основной косяк и минус Дзеновой Рощи 2, то, что он по-прежнему хрупкий, а игра с огромным количеством дэмэджа. С Мерсиой ситуация очень похожая, только, ну, не совсем так работает. Мерсиая, как известный персонаж связки, его и в Рощи 2 это очень сильно чувствуется, да. Она не нужна в чистом виде как хиллера, она не нужна как дмэдж-бустер какой-то вот отдельно, да, просто так в команду, ей необходима сильная комба. Как и в первом оверву Ощи, Мерсиая очень хороша, особенно хорошо оверву Ощи 2, если в команде есть Фара, Эш, Соджорн, из очень актуального Соджорн. Любая связка, которую мы можем похитить, бустить, рестать и так далее. Мерсиая может сработать, но, опять же, повторюсь, Тир-Б, что обозначает, если у оппонента композиции из тиров выше, то есть идеальные какие-то быстрые компы с давящим танком, давящими ДПСами, с Люськом, Мерсиая может оказаться очень больно. Просто буду садиться на лицо и убивать. У Мерси сейва никакого нету, выживаемость персонажа против скоростных композиций крайне низкая в Рощи 2. Все, что мы можем, пытаться Мерси джампить, но опять же, в таком случае, да, то есть мы не приводим команду к победе, потому что если наша связка остается на лицо, и она вдруг погибает, а мы выживаем, от этого тоже толку нет. Короче, Мерсиая с Дэном, ну, строго ситуативные, но, тем не менее, в меру сильные работать вполне могут и иногда бывают очень даже нужны. То есть иногда хочется иметь Мерсю, иногда хочется иметь Заньяту, когда видишь, что применение игроев возможно. Далее идет персонаж, который находится, знаете, вот, ну, я бы тоже его мог отнести, наверное, в середняки, вот не знаю, куда лучше Батиста засунуть, я бы его поставил либо середнячком, либо все-таки в Терце, ну, наверное, определил его в Терце, пускай будет в Цэшке. Баб является неплохим с точки зрения количества хила, безусловно, много выдает, и дэмэдж тоже какой-то выдает, да, и Иморталка даже его тоже, в принципе, бывает очень-очень кстати, у него утилит тоже очень неплохое. Возможно, он заслуживает Терце середняка, но мне он как-то, вот, не знаю, очень мало попадается, я вижу, что люди его не особо обузят сам, я тоже желание его обузить как-то не испытал за опыт моих каток в ранке в текущих реалях, да, ультимейт его является, ну, крайне малоэффективным, как по мне, овервочие 2. По-моему, ульта Батиста очень сильно слабла с удалением из игры дабл шелдов, статики и добавления динамики. По этой причине я Батиста немножко пониже спустил. Думаю, что при большом желании его тоже можно разыграть в венных ситуациях, он может быть неплох, ну, иногда. И последний саппорт, который остался, это Бригитта. Вот Бригиту я, к сожалению, вообще не понимаю, овервочие 2. Людей, которые ее пикают, трудно понять. Она у нас стала плохим ответом на фланков, откровенно. Я на самом деле, если овервочие 1, например, Бригиту боялся, она постоянно была одним из лучших контрпиков, то овервочие 2, она, к сожалению, просто погибает даже от фланкера 1 на 1. Близы крайне сильно порезали ей контроль, толчки, это, конечно, прекрасно, это прикольно, но в чем сакральный смысл героя теперь заключается? Ну, предстоит пока только разобраться и найти. Хила откровенно мало, дэмэджа откровенно ноль у персонажа, его вообще нету. При этом каких-то контактных боев, где мы стоим за Ренхардом, вторым номером махаем кодилом, с кем-то деремся и копим всей команде хп, ну, такого попросту нету, да, то есть, потому что все связки вот этих вот Бригитта, все эти гибридные танки, они тоже, забегая вперед, не очень, вообще 2, все очень темпово, все очень быстро, дэмэджа в упоре, если даже происходит файт в упоре, его такое количество, что Бригитта просто не выдерживает. Ну, то есть, Бригитту нужно либо как-то бафать в жир, либо бафать в дэмэдж, что-то ей нужно точно менять, как по мне, она один из самых нерабочих пиков. Кирика, единственный саппорт, которого я не упомянул, который остается за скобками, почему я, ну, не готов ее точно куда-то забалансить, потому что Кирика не была в рамках эти первые 2 недели, как вы знаете, она не попадалась ни против меня, ни со мной, могу только дать будет ситуативным героем, ну, я думаю, не выше среднего. Мне кажется, по моим ощущениям, как будто бы людям будет очень трудно ее реализовывать, она реально сложная по концепции, не все будут понимать, что на ней нужно делать. По первым каткам на ней стало понятно, что герой скорее цикличный, который должен и должен, просто обязан иметь с собой какие-то связки в команду, поэтому она уже не может быть прям имбои фаворитом, как Люсио, который заходит в любую композицию и всегда будет хорош. Кирика, скорее всего, будет занимать позиции середняков, будет заходить хорошо в композиции с Дайвом, но при этом, мне кажется, что альтернатива в виде того же Люска, там той же Аны будут все равно оставаться посильнее, чем она. Но, по Кирика, инфа далеко не 100%, посмотрим, как она покажет себя в рейтинге. Что ж, по саппортам все, давайте перейдем к танкам. Их тоже поменьше, чем дипесов, поэтому закроем сначала их. И у танков, так же, как и у любого класса, проще всего выделить самых имбовых героев, которые есть в игре к данному моменту. Это, безусловно, Дива и Заря. Оба этих танка являются, ну, просто на голову сильнее, чем остальные, и вот каждая катка Overwatch'а сводится к тому, что ты хочешь иметь у себя в арсенале либо Диву, либо Зарю, ну, либо еще бывают ситуации, третьим номером после них идет Уинстон. Его можно поставить тоже в Тирес, но, наверное, все-таки стоит в Ашечку засунуть, да, потому что что такое Тир-А? Тир-А это все еще очень хороший персонаж, но не самый-самый лучший, да. И раз все-таки Дива с Зарю, ну, посильнее поимбовее, то, наверное, да, оставим именно вот так вот. Так вот, Дива обладает колоссальным количеством урона. Этот урон очень хорошо прощупывается в любой дуэли с любым персонажем на поле. Дива передамаживает один на один в дуэли, ну, почти кого угодно. При этом у нее колоссальная мобильность, которая отлично заходит в игру, при этом у нее очень-очень сильно забафанная матрица. Разработчики пытались компенсировать то, что Дива будет соло-танком, и дали ей, ну, матрицу чуть ли не бесконечную. Пробиться через Диву каким-то DPS-ом один на один, ну, почти невозможно, я не знаю, ты просто стоишь, она чередует эту матрицу, ты где-то должен релодаться, весь дэмош уходит никуда, я не знаю, она сокращает урон процентов на 80, наверное. Драться с героем невероятно трудно, при этом он является очень доставущим, он тебя заставит драться с ним, если захочет, потому что она может это навязать, это Дива, она мобильная, она прыгает, бегает куда хочет и так далее. Очень противно. Заря чуть менее противная, но все еще очень сильная, из-за чего она сильна. Разработчики изменили концепцию баблов, теперь бабла увешается на себя дважды, и более того, из-за того, что КД баблов начинает идти сразу после использования там первого бабла, да, а не по завершению у тебя, третий бабл появляется буквально через пару секунд после использования первых двух. По итогу Заря стала машиной, у которой, ну, грубо говоря, каждые 4 секунды бабл на себя. Бабл в тиммейте стал, мне кажется, менее ценным, но вот сама по себе Заря бегает фул заряженная, бегает неубиваемая, пытаться в нее вливать дэмэдж чревато просто очередным баблом каждые 4 секунды, но очень трудно убить, при этом она все еще выдает очень сильную ульту в игре, да, Гравитон, самый сильный ульт, при этом персонаж все еще вносит огромное количество дэмэджа, когда он заряжен. А она заряжается отлично, потому что баблов просто очень много. Ну и не забываем то, что Заря продлевает у нас любые комбинации, как-то на набуэйд, баблов, генжи, генжи все убил там и так далее. Ну, любую комбу. Просто усиливает и делает неубиваемой. Винстон, Винстон тоже вот очень хорош, будем хвалить, будем персонажа рекомендовать, да. Обезьянка осталась у нас тоже героем очень крутым, мобильность это топ, достает куда угодно, ведет за собой команду, с помощью бабла очень хорошо облощает дэмэдж в дайве. То есть мы залетели в толпу оппонентов, наш генжи тоненький, ему плохо, тресе плохо. Обезьянка ставит бабл, никто не получает дэмэдж, все в сейве. Шилд дэмэджа, который ломает бабл, в игре още 2 очень мало. То есть половина персонажей, которые актуальны, не ломают шилды. Поэтому шилды, которые в игре являются актуальными, а их 2, они очень хороши. И один из них это как раз таки бабл обезьяны. При этом обезьяны по-прежнему очень неплохо дэмэджа в дуэле со сквишами. А сквиши теперь 4 персонажа из 5 на поле боя всегда. Ну всякие там нано-обезьяны хорошо работают по-прежнему. Даем нано в манкес, он полетел, все убил. Ну и ульта ситуативно тоже бывает полезна. В общем, обезьяна все еще хороша, обезьяна в топе. Следующим танком, которого стоит отметить, который тоже является очень неплохим, и в моем понимании является пограничным между категорией А и Б, ну то есть между середнячком, все-таки выше к лучшему, да, это Сигма. Ну, наверное, можно поставить его все-таки в верхнюю половину, да, потому что он будет отделяться все-таки чуть-чуть от персонажей класса Б. Сигма является тоже очень хорошим героем, как показалось, это вторая шелуда в игре, которая кое-как себя неплохо реализует. Сигме хватает потенциала, чтобы втанковывать неплохую дэмэдж на франсе. У него все еще остается очень сильный ультимейт в игре, плюс хороший персональный дэмэдж. Комбинация со скалой все еще ланшотает любые цели, да, поэтому попадаем в скалу, попадаем в ЛКМчик, чувак удален. То есть любая ошибка оппонента наказывается. Плюс Сигма еще в том, что сам он при этом торгует лицом в разы меньше, чем любой другой танк, кроме тех, кто стоят тут выше него, да, и с ним наравне потому, как у него, повторюсь, хороший шелуда, хороший шифт, и при грандном чередовании обилок и рабочей дистанции Сигма дэмэджа почти не тейкает. В общем, показался очень неплохим тоже. Следующий танк, которого стоит поставить, пожалуй, в тербе, это Уриса. Уриса может показаться многим очень сильной, и действительно, я встречал композиции, когда Риса очень-очень сильна, но зачастую это те ситуации, где ваша команда просто не знает, что с ней делать. Да, безусловно, у нее много дэмэджа, да, безусловно, она там может забежать под люськом и внести кучу-кучу дамагов, впинить тебя, там, вбежать в тебя с Ешкой-крутилкой. Тем не менее, Ариса является довольно ситуативной, и она точно проигрывает танкам выше. Сто процентов, там, танки Тера-С против Арисы делают в разы больше. В первую очередь, это связано просто с тем, что танки-брузеры сами по себе оказываются в догоняющих позициях в мете ловервоще 2. Я соглашусь, что у Ларисы реально неплохой выпад, но возникает вопрос, если выпад сработал, что делать после него? Или если он не сработал? Мы забежали в плохую позицию, встали драться с оппонентом, никого не убили, все бил к КД. Все, мы просто погибаем. Если вдруг у оппонента мобильная композиция, все улетели, разлетелись, Дива прыгнула на ХГС, а порты там в шифтик, люсек на стеночку, кого бьет Ариса? Никого. Мысль вы поняли. По этой же причине Ариса середняк, хотя по балансу она, повторюсь, очень неплохо. У нее много всего, и дэмэдж и контроль все присутствует. Сама тоже относительно толстая. Персонажи танки из нижней половины это персонажи, которым трудно находить себе место в овервоще 2. Да, они являются ну очень ситуативными. Наверное, стоит поставить сюда в первую очередь, конечно, Хэммонда. У Хэммонда, знаете, в чем проблема? Вот он стал, мне кажется, очень хорошо сравнение будет Мойрой овервоща 2 на танке. Это персонаж, у которого вроде бы все есть, вроде бы для соло игры он неплох, но при этом у него нет особо никакого утилити для команды. То есть, если там какой-нибудь Уинстон дает команде бабл, Сигма там может что-то пошелдить, Дива помогает любому тиммейту в любом месте Матрицы, Заре помогает любому тиммейту баблом, Хэммонд просто катается и помогает себе шелдами. В этом большая проблема Хэммонда. Просто огромная, поэтому, ну вот, у него концептуально нету обилки халпы тиммейтам и в этом его косяк. При этом своя польза от него это тупо дэмэдж, толкание, которое не очень полезно у Вероши 2, потому что цели все очень мобильные, все и так очень быстро передвигаются. Нету персонажей, которые играют от позиции, понимаете, у Вероши 1, что Хэммонд делал? Выталкивал Арису вперед из-за шелды, и она погибала. Здесь Ариса не стоит за шелдом, он ее толкнет, Ариса прожмет копье и начнет все потрошить, просто ей плевать. Вот так работает Увероши 2. Поэтому Хэммонд позиции сдал. Также Ренхарда запихнул этот террор, Ренхарда, у него похожая ситуация, у него хоть и есть что-то в команде это шелду здоровенную, но мапы, где он актуален, где нет хай-раунда, где нету быстрых дайвов, их очень мало, то есть их стало в игре реально немного, большинство мап это сильный дезмач, прыжки, забеги и так далее. РХ просто не особо успевает, молоток короткий, Ешки это мало, это слабо. Единственный жирный плюс Ренхарда это бесплатные шаттеры, в остальном герой откровенно слабенький. Также я поставлю на тир около С, может быть вот стоило бы запихнуть королеву тоже в Б, но все-таки наверное нет, наверное она будет немножко послабже, чем ситуативные герои, но хорошие, потому что что? Да, она тоже работает ситуативно иногда, когда у оппонента нету хорошей композиции, королева реально может раздать. Но! Возникает еще одна трудность, по которой вот не хочется стать усидняком. На ней, чтобы раздать, нужно очень грамотно попадать обелками. Ну вот реально, кроме шуток, она намного сложнее, чем кажется на первый взгляд, ты просто обязан попадать и ПКМ, и удары топором, и грамотно все циклить, и вовремя шифтики прожимать, чтобы контактировать с оппонентом. То есть на королеве много нюансов, при этом у нее офигенная ульта, очень сильная ульта, но ульта, сами понимаете, это всего один файт, там, из скольких, из трех, ну, ориентировочный из трех. Что делать два остальных файта рандомному такому игроку, скажем так, на поле боя против быстрых композиций будет тяжело, будет непонятно. Вот против композиций не идеальных, да, вот если на поле боя есть там какой-нибудь Ренхард, Хомяк, там, Ариса, королева будет неплохо себя чувствовать, да, вы понимаете, то есть персонаж этого тира будет хорошо себя ощущать против тиров Б, против тира Д, но против фаворитов у королевы, к сожалению, без шансов. То есть Заря ее просто будет сжигать, Дио неуловимо, ей вообще плевать на королеву абсолютно, она будет ее просто проходить, пролетать, убивать, что захочет и так далее. Королева все-таки бегающий, медленный танк, без мобильности особой, прям сильно мощный, да, не считая шифта, который не сравнится с дайв-танками. Заря на минималках, Хок на максималках, ну то есть вы понимаете, тут уже вот среди медленных танков работает строго иерархия силы, и королева здесь является, ну, не в фаворе. Ну и что, у нас остались два несчастных, которых мы определяем в последний тир, это Думфист и Турбосвин. Думфиста жалко, да, но таков его будет разработчик, и после первой беты его понерфили. Нерф остался в игре, уже сразу после нерфа было видно, что персонаж стал едва играбельным, но тем не менее, его почему-то не бафнули, я полагаю, бафать будут в перспективе. Сразу после реворка Думфист казался неплохим и интересным героем, но, видимо, разработчики посчитали, что он будет кому-то докучать, и опустили его на дно пищеварительной цепочки. В чем косяки Думфиста? Его Ешка легко пробивается почти всем, что есть в игре. Это его вот основной косяк, честно, потому что у него цикл задуман как? Ты залетел обилками Дайва, и у тебя нет бабок, как у Винстона, правильно? Ты выдал демэдж, и что потом? Тебе нужно прождать КД своих обилок. Для этого есть Ешка. Ты ставишь Ешку и получаешь камень, бам, хук, бам, что угодно, бам, любой там шаттер, бам, шифт Ренхарда, бам, копье Арисы, бам, то есть, ну, Думфиста просто избивают на поле. Ну, просто мешок для битья. Сомбра хак, ты в помойке, там, Сомбра хороша. Дива на тебя села, ты в помойке против Дива, вообще ничего нет, у него дробовики. Я не знаю, просто вот так получается, что Думфист просто, ну, по геймплею хуже, чем все остальные. И Турбосвин, второй персонаж, который с Думфистом в похожем состоянии, он, наверное, чуть лучше, чем Думфист, все-таки находится, да, но, пожалуй, он послабее все-таки, чем там тот же Хэммонт, Райан, ну, Королева тоже, да, то есть, Хок, у него в чем проблема, он обязан быть на френде, он больше не может фонговать, и абсолютно все сводится к одному, попал ли ты Хуком. При этом, неважно, попадаешь на Хуком или нет, ты все еще очень сильно кормишь команду оппонентов всегда. Перманентно в тебя влетают тонны дэмэджа, в игре добавилась еще одна банка, в игре добавился мини-хук от королевы, да, то есть, добавилось там тоже копье, которое тоже очень неприятно, то есть, любой фронтовой танк оппонента, да, вот посмотрите просто на танков оппонента, которые сверху, они все против Турбосвина реально хороши, ну, просто поголовно все хороши. Турбосвин хочет Хукать тонкие цели, добраться до них ему именно трудновато самому, потому что мобильности нету, на фланге, если ты убегаешь, все тебя видят, ты беспалево уже никуда не убежишь, все понимают, танка нету, вон он, вон, смотрите, вон направо побежал Турбосвин, вон он, он Хукать кого-то будет, осторожно. Ну, то есть, вот, если оппонент позволяет садиться на Хуки, Турбосвин будет хорош. В остальных случаях, к сожалению, Турбосвина лучше просто не пикать. Ну, и последняя роль в игре, поехали. ДД, ДПСы. Соджорн, Генжи и Сомбры. Это очень-очень сильный Д, причем в таком порядке. Соджорн, вообще, была забафана в последнюю бету, очень круто, ей, кто не знает, увеличили толщину луча по КМ, которая регается теперь в цель, и Соджорн стала просто удалять людей. Если ты умеешь попадать по КМ, набрать его с помощью КМа не проблема, с помощью ульты ты там имеешь вообще потенциал гигантский, Соджорн просто удаляет людей. Она официально стала лучше, сейчас, как для иммерсивной, в текущих реалиях Overwatch, короче, ее можно обустить, я очень сам кайфую от Соджорн тоже. Герой нереально приятный, нереально сильный. Генжи также является фаворитом, это король Дайва, он снова ожил, станы сдохли, Генжи восстал из пепла. Ну, комментарий даже особо излишний, он просто чертовски хорош, он на Блэйде сильный, как никогда. Генжи в соло может убивать любую, почти что цель, которую он находит на поле, он отличный дуэлянт, у него все есть, мобильность, дэмэдж, хорошая ульта, огромнейший быстрый темп игры, да, я сам Сомбра Мэйн, да, я сам катал почти что все время на Сомбре, вот последние две недели. Сомбра чертовски хороша, она закрывает отлично Генжи, к сожалению, умирает от Соджорн просто в мясо. Просто сейчас лучший контур пик Сомбры, наверное, вообще, если... Ну, один из фаворитов точно, я не знаю. Это новый Ханза в игре, если раньше Ханза тебя постоянно ланшотывал, ты с этого бесился, то теперь ты просто бегаешь, и тебе в рандомную секунду прилетает стопроцентная резиса Соджорн из ниоткуда, вообще через полмапы, ты даже не можешь от этого уклониться, никак даже звука нету. Просто бам, и ты труб... Вот, тем не менее, Сомбра очень хороша, против любого танка, кроме, наверное, Зари, она прям очень сильна, дэмэджи миллион, ЕМП почти всегда гарантированный вайп команды, ЕМП всегда позволяет тебе самому лично удалить одну любую цель с поля, нажимаешь Q, нажимаешь ОКМ в одну любую цель, она сдохла. И еще, возможно, кого-то убьет команда под твоим ЕМП. Дэмэджи с хака разработчики навалили, конечно, мое уважение. Наконец-то Сомбра Королева. Далее, среди ДПСов, внимание стоит обратить на Тресу. Кто является еще очень хорошим, это она. Да, у нее, вот знаете, она сейчас Сомбра на минималках, у нее тоже все очень хорошо, и отличная мобильность, и очень доставущая бывает, и тоже наваливает, из-за того, что станов нету, очень активно делает, что хочет, но при этом дамаги поменьше, чем у Сомбры, хака нету. Ну, Сомбра на минималках. Все еще хороша в дайве, поэтому можно использовать. Также я поставлю на тир ААШу. Мне кажется, ААШ все еще очень неплохо, а сам лично на нее тоже покатал. Думаю, что она сейчас один из лучших хисканов, которые есть вместе с Салдом, да, превосходит вдову Кэссади уж точно. Является более универсальной, более гибкой, чем та же Виду, например, при этом все еще хорошая ульта, если у оппонента бабки нету, а теперь иногда у оппонента бабки нету, ну, чаще, чем раньше, мне кажется, в всяком случае. Все еще сама может по себе сделать много дэмэджа, Overwatch 2 в концепцию заходит неплохо, бывает очень даже неплохо, а в катках, ну, то есть, вот, ее брать вполне тоже можно. Далее у нас будет парочка персонажей, которые являются очень тоже неплохими, но все же хороши они будут не всегда. Я бы в этот тир засунул сходу Солдата, Риппера и Фару. Фара, как и Мерси, работает реально все еще очень неплохо, но, опять же, не всегда и не везде. Фарабузеры существуют. У меня были катки, где люди с Фарой справиться просто не могли, и Фара показывала себя очень даже неплохо. Можно было бы засунуть ее в тир А, возможно, да, то есть, она где-то на границе между А и Б. Ну, наверное, все-таки оставлю ее в Б. С Риппером ситуация похожая в плане ситуативности. Риппер в композиции с Люсио, наземным пиком противника, с обезьяной в пик какой-нибудь, например, да, то есть не против всех героев, не против Зари, например, там тоже Риппер бывает очень хорош. ДПС, как по мне, довольно недооцененный, его в матчах пикуют тоже не супермного, но он на скорости, на самом деле, при возможности сблизиться с противником, очень дает неплохой отпор многим ДД, многим танкам, многим саппретам, при этом имеет неплохую выживаемость. Риппера можно вполне использовать, очень даже неплохо. Солдат является у нас понерфленным, он был королем в бете, его там понерфили, он спустился на пару позиций вниз. Чем соулт хорош? Ну, здесь просто, знаете, вот классический микс универсальности. У него все есть, он самостоятельный, у него дамага, он хитскан, у него неплохая ульта для Overwatch 2, неплохая мобильность, может даже убежать от дайвера, если заранее его увидит там вовремя, то есть он, в принципе, ситуативно неплох, его тоже можно вполне себе обузить. Ну и осталось два последних тира, на них удобно располагается, ну вот на тире, который, знаете, все еще где-то может сыграть, это точно Ханза, это Эхо, наверное, и, пожалуй, здесь, наверное, должен быть еще Кэссади. Я вот думаю насчет виду, вдова реально пограничник между ДС, наверное, вдову тоже определил именно в этот класс. Вдова, начнем с нее, она реально бывает очень сильна, но нужно, чтобы сошлись просто все звезды. То есть задумайтесь, она хороша, если у тебя подходящая мапа, подходящий этап, и у оппонента при этом нету подходящих героев. Например, вы катаете Джинкертаун, и у вас в дефе вдова, которая является хорошей вдовой, она убивает вдову оппонента, и у оппонента нету никаких дайверов. Все, это автовин, ваша вдова бесплатно выиграет игру. Но если у оппонента есть Винстон, который охотник на вдову, и он знает, что делать, вдова даже на хорошей мапе будет иметь трудности. Обезьяна будет летать, никто ее особо не спасет, эту вдову бедную. То есть в Роще 2 нет такого, что ты ставишь кого-то возле вдовы, и он стоит АФК и просто принимает дайв. В Роще 2 довольно сильно развито состояние игры, кажется, на себя ситуативно. То есть ситуативно иногда приходится бороться самому. Как можно и дайвить самому тоже в одиночку. В общем, вдова опик очень ситуативный, бывает очень сильна, но нужно очень много факторов, поэтому ее оставляем позади. Кэссади. У Кэссади большие проблемы из-за нерфа, его очень сильно поменяли. Он похож на Бригиту. Бригита на максималках, на слоте ДД. Вроде бы есть граната, вроде бы есть дэмэдж, но что он может один против, допустим, влетающего в него дайва, то есть не особо что. Что он может вместе с Люськом против влетающего в него дайва, да нихрена, собственно, тоже. Ему вообще все равно, кто ему помогает. Как таковой помощи супер прям особо-то и нету, что Мерси Покет, что там, не знаю, какую-то скорость ему дать. Все равно Макри выглядит как мячик для битья, который можно пинать, можно дефлектить, можно хакать, можно расстреливать. Он в ответ, все, что он делает, пи упал. Все, что он делает, это дэмэдж. Макри потерял свою основную фишку, он потерял свою утилити. Перекаты в бою особо не нужны, ПКМ вообще не используется, насколько я видел, у Роще 2 билка супер мертвая. На флешке нету. Но у него остался только ЛКМ, я не знаю, у Кэссади полностью раздели. Эхо. Эхо является, наверное, самым фаворным ДПСом с этого тира, ну, вместе с Ханзо, наверное, все-таки, да, ладно, наравне. Эхо является ситуативно, кое-где может сыграть, знаете, да, но она вот все же тоже потеряла свой такой, мне кажется, боевой актив Overwatch 1. Ей нравился такой, знаете, средний темп, когда она могла где-то поспамить местами, где-то сделать выпад кого-то быстро сжечь. А теперь игра навязывается всегда быстро. Ну, то есть на Эхо вот нужно успевать ловить момент тоже перманентно, постоянно. На секунду проспал момент, не прожал все обилки, не попал выстрел, не дай боже, не попал выстрел, все, уже будет поздно. Тиммейты на лопатках, от тебя value 0. С ультой тоже выбор очень сильно порезался, да, то есть зачастую Эхо хочет ультовать в танка. Если у оппонента танк какой-то для ульты не супер подходящий, ну, может получиться вообще казус. В ДПС ультовать всегда рискованно, Эхо само по себе тонкое, требует Мерсю, которая тоже не очень находится в позиции в мете, да, то есть не в фаворных позициях. От этого связка какая-то там Эхо Мерси в команде, ну, не супер желательная, скажем так. Ханза. Ханза сдал позиции, но, кстати, все еще является тоже не супер мертвым персонажем, его тоже в катках бывает видно, некоторые еще предпочитают его катать. Он может быть иногда ответом на какого-то бешеного снайпера оппонента, но, по моему опыту, дуэлица за любого снайпера с той же Соджорн просто себе дороже. Она постоянно в движении, у нее копится заряд снайперского выстрела в любом случае, даже если она двигается, при этом ты должен снайперам попасть в двигающуюся цель, при этом, чтобы это был ваншот еще и в голову, а у Соджора моделька тоненькая, то есть, ну, вот просто вот что присматривать любого снайпера, нужно рассматривать дуэли с другими снайперами, с другими ДПСами, да. И Ханза против Генжи, ну, не особо что-то делает, да. Ханза против Сомбры, ни спорю, ни плохо. Ханза против Соджорн не особо что-то делает. Ну, то есть, Соджорн просто стала альфа-снайпером, альфа-ренджовым ДД, который все вырубает, вообще все. По танкам работа у Ханза тоже крайне снизилась. Из-за того, что Дива с Зарей в Мете, Ешка Ханза уходит в Матрису, Ешка Ханза уходит в Баблы. Сами понимаете, в Элю никакое. Ешка Ханза уходит в купол Винстона, и это единственный дэмэдж, который входит в купол Винстона, потому что остальные ДД, которые в Мете не ломают купол Винстона особо, либо также уходит в Шифт Сигмы, в Шилд Сигмы. То есть, просто посмотрите на персонажа, который находится в топе, и вот Ханза скорее не особо рабочий именно из-за того, кто в топе. Если бы в топе были перебафаны турбосвины и королевы, возможно, Ханза даже с текущим балансом был бы выше. Но именно из-за такого вот микса, из-за такого состава он позиции немножко подсдал. Ну и что, выгружаем работяг самые перспективные, самые мощные, самые крепкие. Никогда не пикать вот этих персонажей слева направо, здесь неважно какой порядок, я не знаю, зачем они нужны в игре, зачем-то Джефф Капуан их мучает, оставляет, пытается реворкать. Ну, комментарии про Капуана под видосом появляются через три, две, одну, ну вы поняли, мысль, да, то есть. Бастион. Сама по себе концепция Бастиона пытается быть найдена разработчиками уже более шести лет. Шесть лет лучшие ученые Близзард пытаются понять, что с ним делать и не могут. Новая реинкарнация Бастиона оказалась тоже так себе. Ту-ду-ду-ду. Мэй. У Мэй забрали ее основную механику заморозки. Она слаба в первую очередь из-за этого, в вторую очередь из-за того, что танков стало меньше, а это персонаж, который работал по танку. Априори, Мэй отходит в небытие, ну, ей дали просто дэмэдж, по сути, то же самое, что и Кэссади. Навалили дамаги, ну и делай, что хочешь. А утилити какое? Ну, просто замедление противника? Ну, у половины персонажей эскейпы. То есть люди просто нажимают шифты, нажимают бабл и улетают. Смысл Мэй... Смысл Мэй непонятен в игре. Джан Кретт. Наверное, самый перспективный из аутсайдеров. У него, как бы это странно ни звучало, тоже просто тупо куча дэмэджа со всех обилок, но у него дэмэдж хотя бы летальный, да, то есть что-что, но вот от этих персонажей, от Джанка я умирал больше всего, потому что просто ты не ожидаешь, что тебе прилетит этот рандом на Тевтеле плюс шифт, и он может кого-то убить. На этом его потенциал тоже заканчивается, ну, как бы все. Симметра. Ее переделали, ТП теперь стал типа более активным, ПКМы были быстрыми, греется, ну, тоже как-то теперь странно, но нету долгих затяжных файтов, где ты спокойненько разогреваешь грелку, пока твоя команда там попивает пиноколаду, а оппоненты вообще стоят АФК и смотрят или что. Нет! Ты выбегаешь Симметры на мидл, и пока ты разогреваешь все третьего уровня своего ЛКМа, у тебя уже минус 3. на оффсет. Турберн показывает себя таким образом, что файты разворачиваются так, что как-то, знаете, его зонинг и его вот эта пушка, она перестала выполнять функции, которые выполняла Overwatch 1, потому что стало очень много движения не только в рамках того, какие персонажи на поле, а в рамках движения команд на поле. То есть, зачастую, когда играешь у оппонента Турб в принципе есть, его пушка не особо-то и мешает. То есть, всегда находятся какие-то цели на флангах, сбоку, сверху, снизу, где банально пушка не настаёт, ты спокойно с ними дуэлишься, воюешь и так далее. Ну и саму пушку тоже персонажи, которые в топе, ну, пожалуй, кроме Сомбры, очень неплохо все убивают, да, там, глобально. То есть, расстрелять Туретку, кроме Сомбры, Трисы, никем проблемы особо нету. В общем, не знаю, не замечал, чтобы Торбы сильно тащили, мне показалось, Торб тоже довольно слабый в Роще 2, ставлю его в Детер. Ну что ж, дамы и господа, вот такой простой Торрис получился у нас по первому сезону, по текущему патчу, а Бусти пробуйте на здоровье, так сказать, пока не вышел патч баланса, Blizzard обещали что-то немножко подбалансить, если кого-то и подбалансят, наверняка кого-то из топа, либо кого-то из аутсайдеров. А кто для вас является имбой номер один, пишите в комментариях, ставьте лайк этому видосу, подписывайтесь на канал, До скорого, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok